МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. На связи пострадавшие районы. Ликвидацию последствий ЧП обсудили в режиме видеоконференции. Террористический акт в торгово-развлекательном центре по такому сценарию прошел завершающий этап учений спецслужб. Неограниченные возможности в Чебоксарах завершилось республиканское первенство по шашкам и шахматам среди слабовидящих детей. В Чебоксарском районе линии электропередач после чрезвычайных происшествий полностью восстановлено. Электричество поступило во все жилые дома, которые пострадали от непогоды. Также последствия аварии полностью устранены в Аликовском, Ядренском и Красноармейском районах. Восстановление электроснабжения в населенных пунктах республики уже на протяжении недели остается главной задачей правительства, глав муниципалитетов. В течение суток мы обеспечили источниками электроснабжения 108 населенных пунктов, это 8760 домов и практически 18746 человек. Сегодня на видеоконференции Михаил Игнатьев подчеркнул, что все службы, ведомства, рабочие ремонтных бригад, добровольцы, жители пострадавших районов работают во взаимодействии. В ликвидации последствий непогоды задействованы 44 бригады, 76 единиц техники, в том числе 15 автовышек, около 300 человек, 21 дизель-генератор. Остались у нас три района, Марбасадский, Маргаушский и Цивильский районы. И от этого количество пострадавших, вот 7269, основное количество этих аварий и потребителей, жителей, которые не имеют электрической энергии, остаются, конечно, в Маргаушском районе. Это почти 98%, почти 99%, точнее 98,7%. Поэтому необходимо все свободные силы и средства переключить именно на этот муниципалитет. Не менее серьезная ситуация в Цивильске. Там около тысячи жителей, 22 многоквартирных домов остаются без тепла. И хотя с чрезвычайной ситуацией это не связано, факт сам по себе беспрецедентный. На улице Морозы. Мы в этом году затеяли очень крупную работу по переводу на данное отопление. На сегодняшний день 22 дома осталось. Вчера мы дали 10 квартир, плюс 162 квартиры. А сейчас постепенно будем окончательно давать отопление. Все монтажные работы почти уже закончились. Мы переводим. В этом году перевели 26 домов. Будем переводить. На сегодняшний день 4 дома зданы, 536 квартир. Пока осталось 1039 жителей. Перед собой спасали до 1 ноября, чтобы все дома были тепли. Главу республики такой подход не устраивает. Тепло должно быть подано к завтрашнему дню. Погода в ближайшее время, по данным синоптиков, будет аномально холодная. Ночью может достигать минус 18. Местные власти должны отслеживать ситуацию и днем, и ночью. По данным республиканского Минстроя, в связи с такими прогнозами, даже там, где восстановительные работы уже завершены, возможны новые обрывы линии передач. Все службы должны быть готовы к ликвидации любой аварии. Режим чрезвычайной ситуации в республике продолжается. И, как сообщил нам председатель Госкомитета по делам ГОИЧС Вениамин Петров, по состоянию на 16 часов 23 октября неподключенными остаются 29 населенных пунктов в Маргаушском районе и один в Мариинско-Пасадском. Общей сложности электричества нет у 4751 человека. В 95% населенных пунктов жизнь нормализовалась. В Чувашию прибыл руководитель Федерального дорожного агентства. Визит связан с открытием реконструированного участка федеральной трассы М-7 в районе Москокосов. Прежде чем разрезать красную ленточку, Роман Старовойт встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. На встрече также присутствовали региональные министры и руководство столицы республики. Основной темой обсуждения стали вопросы строительства и реконструкции автодорожной сети в рамках подготовки к празднованию 550-летия основания города Чуваксара и столетия образования Чувашии. Руководитель Росавтодора упомянул и еще об одном событии. Как раз был профессиональный праздник, День дорожника. Уже говорят, что День дорожника впервые совпал с Днем жестянщика, потому что практически по всей стране нас на прочность испытала природа. Зимнее время тяжелое для дорог, а федеральная трасса М-7 – одна из основных артерий страны. Ежедневно по ней передвигаются десятки тысяч большегрузов, поэтому она должна быть максимально качественной и безопасной. Теперь этот участок дороги соответствует категории 1Б. Две полосы движения в каждую сторону с разделительной полосой и барьерным ограждением. Вместо перекрестка – двухуровневая развязка, пешеходные переходы надземные, разметка нанесена термопластиком, обеспечено наружное освещение. Несмотря на большой объем работ, подрядчик закончил их на год раньше запланированного. В последние годы не один миллиард рублей вкладывается в строительство и модернизацию федеральных трасс. Параллельно мы подтягиваем свои оригинальные и межмуниципальные трассы. Что это дает? Это дает, прежде всего, хорошее настроение и водителей, и всех жителей, и всех тех гостей, которые проезжают. Открытие участка дороги стало большим праздником и для рабочих. Отличившимся вручили почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки от Министерства транспорта России, Федерального дорожного агентства и от главы Чувашии. Росавтодор, Минтранс, несмотря на общее снижение федерального бюджета, у нас на этот год на республику запланировано 4200 миллиардов рублей, на следующий год 4400 миллиардов рублей. То есть мы не только держим уровень предшествующих лет, но мы еще и находим возможность немного увеличивать объемы финансирования. Роман Старовойт акцентировал внимание и на том, что в 2014 году впервые за всю историю дорожной отрасли России достигнуто стопроцентное финансирование содержания и ремонта федеральных трасс, что позволит к концу 2018 года всю федеральную сеть привести в нормативное состояние. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня депутаты Госсовета Чувашии утвердили прожиточный минимум пенсионеров, внесли изменения в ряд действующих законов и приняли обращение в Госдуму России. Но 24-я сессия пятого созыва запомнится и участникам, и зрителям не повесткой дня, а неожиданностями и скандалом. Впрочем, обо всем по порядку. В Чувашии, как и в других субъектах Российской Федерации, растет задолженность сельхозтоваропроизводителей по кредитам. Из-за нерегулярного поступления субсидий на уплату процентов из бюджета всех уровней, аграрии вынуждены платить по займам в стопроцентном объеме, постоянно отвлекая собственные средства. Учитывая сезонность производства, природно-климатические условия, зависимость от колебаний цен – это весьма затруднительно. Депутаты Госсовета Чувашии вновь решили обратиться в Госдуму России. Года полтора тому назад комитет нашей по агропромышленной политике, экологии и по экономическим вопросам выходил с такой инициативой в адрес Государственной Думы. И тогда нас поддержали большинство субъектов Российской Федерации. Вопрос касался того, чтобы сельхозтоваропроизводители уплачивали проценты по инвестиционным кредитам только разницу за минусом субсидий, которые поступают с федерального и с местного бюджета. То есть, например, если коммерческий кредит составляет порядка 14%, минусом субсидий остается только разница, 2-3, может 4%. Сельхозтоваропроизводитель уплачивает только вот эту разницу. Это, естественно, ему будет намного легче отбвести финансово-хозяйственную деятельность. А в данном случае получается сейчас какая система? Уплачивается процентная ставка в полном объеме. И потом, значит, сельхозтоваропроизводитель ждет вот это возмещение. Она это проходит, значит, не только месяц, чуть ли там, 20-ше, почти что года там, да? А это, значит, отличение финансовых ресурсов, это отличение, значит, денег, которые необходимы, нужны, непосредственно, именно в нужное время, скажем так, сельхозтоваропроизводителя. Когда мы тогда выходили с такой инициативой, значит, министр сельхоз России нас не поддержала. Они сослались тогда, значит, на бюджетные правила, что бюджетные правила не позволяют в данном случае работать по такой схеме, которую мы предложили. Но прошло какое-то время, теперь Государственная, значит, Дума, значит, выходит такой инициативой, и этот проект, значит, будет, говорят нам, поддержан. Правда, голосовали за обращение только депутаты фракции «Единой России». Остальные покинули зал заседаний задолго до этого вопроса. Причиной несовпадения политических взглядов стало предложение депутата от «Справедливой России» Игоря Малякова ввести открытое поименное голосование в постоянную парламентскую практику. Единороссы не согласились с предложением, мотивируя тем, что лучше всего депутатскую позицию иллюстрируют конкретные дела, а не результаты голосования по каждому вопросу. Мы сегодня вышли с инициативой о загрузке техплощадей «Химпрома», 4-го казенного завода, о котором часто оппоненты на заседаниях из различных трибун, значит, заявляют, что «Химпром» сегодня остается экологически неблагонадежным. Я, как химик по образованию, сегодня со всей ответственностью могу сказать, что мы делаем все для того, чтобы, во-первых, не допускать каких-то экологических ситуаций. Сегодня делаем и, наверное, настроено на позитивную работу с акционерным обществом «Химпром», чтобы все площади сегодня были задействованы, чтобы данное градообразующее предприятие города Новочебоксарска работало, а на нем сегодня 4 тысячи жителей города Новочебоксарска в различных цехах работают, исполняют задачи, функциональные обязанности. Вот это те реальные дела, реальные результаты, за которые мы сегодня боремся, которые мы сегодня продвигаем, которые мы успешно притворяем в жизни. А говорить о том, что голосовать тайно или не тайно, я считаю, что это, наверное, в определенной степени уловка наших политических оппонентов в плане для того, чтобы по каким-то интригующим вопросам уже распечатывать средства массовой информации на то, как тот или иной депутат голосовал на очередном заседании Государственного совета Чувашской республики. Я считаю, это не сама цель. Задача есть глобальная – исполнять задачи, которые перед нами ставят Чувашский народ. Кстати, это дебют Сергея Михеева в качестве парламентского лидера «Единороссов». Прежний руководитель фракции Анатолий Князев сегодня сложил с себя полномочия, оставшись при этом председателем комитета и вице-спикером. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, «Республика». В Чувашии завершилась команда «Штабное учение», которое провел оперативный штаб под руководством начальника УФСБ Сергея Сафронова. Завершающий этап учения по пресечению террористического акта прошел в торгово-развлекательном центре. Целью учения явилось повышение уровня профессиональной подготовки привлекаемых сил, а также обработка взаимодействия между подразделениями группировки оперативного штаба при решении служебно-боевых задач. В ходе учения проверено состояние антитеррористической защищенности торгово-развлекательного центра как объекта с массовым скоплением людей. Отработаны действия службы безопасности при экстренной эвакуации здания персонала и посетителей в случае обнаружения подозрительных предметов. В Чебоксарской коррекционной школе-интернате завершилось республиканское первенство по шашкам и шахматам среди слабовидящих детей. Подобные соревнования в Чувашии проводятся нередко. Причем молодые спортсмены имеют за плечами совсем не детские достижения. Подробнее в следующем сюжете. Около 35 юных шашистов приняли участие в соревнованиях спорта слепых. Конечно, это совсем небольшое количество, но среди них есть представители, которые становились призерами и победителями всероссийских соревнований. Так, Анастасия Павлова, несмотря на то, что учится лишь в пятом классе, уже является победительницей первенства России этого года. И это далеко не все ее достижения. Недавно в сентябре я ездила четвертый раз в Адлер. Оттуда я привезла золото по классической игре и две бронзы по маненосной и по быстрой игре. Играла я там со взрослыми. Там были 60-го, 38-го, 40-го годов рождения. Ангелина Филиппова также сумела проявить себя. В ее копилке уже 42 медали разного достоинства. В этом году она заняла третье место по версии Международной ассоциации русских шашек. Шашками я уже занимаюсь седьмой год подряд. Заниматься мне нравится. Игра умная, помогает прочитывать на несколько годов вперед. Не только в шашках, но и в жизни. Сейчас главный детский тренер сборной «Чувашии» по шашкам Андрей Унтин планирует представить девушек в очередном первенстве России. Конечно, с инвалидностью по зрению играть в шашки сложнее. Но при правильном педагогическом подходе возможно все. Плошность заключается в том, что они все-таки видят в узком пространстве. А им доску одним взглядом невозможно захватить. Они видят какой-то... им приходится поворачивать туда-сюда. И у них время. Времени больше и, естественно, уверенности меньше. Прошедшее первенство выявило и новых претендентов, которые пополнят чувашскую сборную. Нужно лишь приложить еще немного усилий, стараний и упорства. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашском ТЮЗе в эти дни проходит межрегиональная лаборатория, форум детской национальной драматургии, форум-грантовый проект Министерства культуры Российской Федерации. Программа форума очень разнообразна. В его рамках проходит фестиваль национальных спектаклей с участием Драматического театра имени Басангова, Республики Калмыкия. В литературных лабораториях участники анализировали эскизные постановки, читали конкурсные пьесы и обсуждали актуальные проблемы современной драматургии. Руководитель форума – известный театральный критик Ирина Мехкова. В числе экспертов – режиссер и заслуженный деятель искусств России Валерий Персиков, а также театральный критик Сергей Фишер. Положение с национальной драматургией очень тяжелое. Драматургов много, а писать никто почти не умеет. Поэтому вот эта драматургия, которую вынуждены ставить режиссеры национальных театров, она может людей от театра оттолкнуть. Понимаете, это очень большая проблема. И задача ваших деятелей культуры – научить этих драматургов каким-то образом или каким-то образом стимулировать их желание научиться самим писать как следует. Среди участников форума были драматурги из Чувашии, Башкортостана, Санкт-Петербурга и Москвы. Виктория Дергачева приехала из Екатеринбурга. Она привезла на форум свою пьесу «Снег». Кстати, интересная особенность вашего форума в том, что она идет почти параллельно с форумом молодых писателей России. Вот если делать выбор даже, то мне было очень интересно именно сюда приехать. По уровню абсолютно не уступает. Я приеду в Екатеринбург, я буду, конечно, рекомендовать по возможности слать сюда пьесу. Главная цель Международной лаборатории форума – найти молодых драматургов и помочь им достичь больших успехов. Ирина Мягкова уверена, что драматургия – самый высокий и трудный жанр. И поэтому останавливаться на этом семинаре не стоит. Нужно постоянно работать с растущими драматургами. По рекомендации экспертов, лучшие постановки пьес попадут в репертуар театров. Екатерина Кудряшова, Анастасия Алангина, Евгений Анисимов. Республика. В этом году Чебоксарская детская художественная школа имени Акциновых празднует свое 25-летие. В честь этого в Национальной библиотеке открылась выставка «Дороги творчества», в которой представлены экспозиции учащихся. Взглянуть на работы юных художников отправилась и наша съемочная группа. Достаточно взглянуть на эти работы, чтобы понять глубину детского таланта. У молодых художников свой мир, свой взгляд и свое понимание искусства. За 25 лет сотрудники художественной школы сумели вырастить не одно поколение мыслящих ребят. Если на самом начальном этапе в ней учились 70 человек, сейчас же воспитанников сотни. Многие из них уже сами преподаватели. Коллектив сейчас очень сильный, имеет очень большой потенциал и имеет очень большие планы своего развития. Я считаю, следующий этап развития нашей школы будет зависеть от строительства доверия детского изобразительного творчества на нашей территории. Творческое начало всегда присутствовало в педагогах и ребятах. Они уже думают о том, какое продолжение будет у аллеи искусств. Вместе со скульптурами здесь обязательно должны присутствовать имена талантливых учеников. По сути, рядом со школой должен появиться целый парк, где будут представлены ученические таланты во всем их многообразии. Я хочу стать дизайнером и потом поехать в Москву. Я надеюсь, что у меня все получится. В школе я хочу как-то издание, чтобы к нам все время приходили такие талантливые дети, находили себя в искусстве и выросли талантливыми художниками, талантливыми людьми. В прошлом году художественная школа имени Акциновых стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лидер в разработке и внедрении программ художественного воспитания», а Владимир Аксенов стал директором года. Такие результаты – лучшее подтверждение того, что в школе работает коллектив единомышленников. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Музыка высшая в мире искусства, подчеркивал великий русский писатель Лев Толстой. Можно не знать иностранных языков, но язык музыки универсален. Сблизить родителей с детьми, возродить семейные ценности – цель нового проекта «Семейная музыкальная гостиная». Новый проект «Детища Чувашской государственной академической симфонической капеллы» стартует цикл 25 октября новой концертной программы «Кнопочки баянные». Известные и любимые с детства произведения порадуют как самых маленьких, так и взрослых гостей музыкальной гостиной. Здесь можно будет узнать новое и вспомнить давно забытое старое. Собравшись с большой семьей, провести время с удовольствием и пользой. И как только что нам стало известно, назначен новый директор, главный редактор издательского дома «Хыбарем» стал народный поэт Чуваший Валерий Тургай. «Улыбайтесь чаще, вам это идет» – так звучит девиз всех стоматологических медицинских организаций. Придерживаться его нетрудно, конечно, если у вас ровные белые зубы. Если не совсем, на помощь приходят специалисты-стоматологи. И сегодня в стенах городской стоматологической поликлиники прошел конкурс гигиенистов стоматологических. Подробности в сюжете я с вами прощаюсь. До свидания. 23 и 24 октября столицы Чувашии принимают у себя гостей Всероссийского чемпионата гигиенистов стоматологических. Ассоциация стоматологов Чувашии проводит его в нашей республике уже второй раз. Участники конкурса наглядно на настоящих пациентах проводили профилактику гигиены полости рта. Для нас очень важно смотреть за принципами его работы. Правильно ли он сидит, правильно ли он общается с пациентом, правильно ли он работает в команде с ассистентом врача-стоматолога. Мы, естественно, смотрим за уровнем мотивации, как гигиенист мотивирует пациента ухаживать за своими зубами. Оценивали участников чемпионата члены жюри, среди которых был победитель финала Всероссийского конкурса гигиенистов 2014. Между прочим, представитель Чувашии. Впечатления еще свежи в памяти. Я просто очень-очень сильно хотела победить. Наверное, вот эта тяга к победе и именно желание, чтобы узнали о том, что на Чувашской земле и в частности в городе Чебоксары тоже умеют работать и тоже знают, что такое профилактика. Потому что это является важнейшим, я считаю, одним из важнейших направлений в стоматологии. Появление таких специалистов в разы снизило стоматологическую заболеваемость в 30 странах мира. Например, в Финляндии у 20-летних жителей страны вообще нет карьеса. В России же профессия появилась лишь в 2001 году. Но в настоящее время специализация активно развивается. Сегодняшний конкурс как раз и предрасполагает дальнейшее развитие вот этого направления профилактики, обучения. И наша задача стоматологов сделать все, чтобы пациент понимал, что должно быть мода на здоровье, мода на красивые улыбки. А сегодня, если смотреть в бизнесе, вот сложилось такое мнение, красивая улыбка, здоровые зубы – признак успешности бизнесмена. Победитель финала конкурса 2015 года в качестве приза получит возможность стажироваться в одной из европейских школ гигиенистов. А в этот раз лучший стоматолог отправится в школу-университет Турку в Финляндии. Редактор субтитров А.Семкин